Продолжение следует... 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 идет по ложному пути, и его так называемое поступательное движение является либо очень ограниченным, либо воображаемым. Многие люди стремятся попасть на планеты тех или иных полубогов и строго следуют соответствующим предписаниям, достигая Чандра-Локи или Сурья-Локи, Индра-Локи, Махар-Локи и так далее. Но все эти Локи-планеты являются творением Кришны, одновременно и Кришна, и не Кришна. Созданные энергии Кришны эти планеты не отличны от Кришны, но в действительности они лишь суть ступени на пути к постижению Кришны. Входиться при косновении с различными энергиями Кришны значит общаться с Кришной косвенно. Однако лучше обратиться к Кришне напрямую, это сбережет наше время и силы. Так если на последний этаж высотного дома можно подняться на лифте, то зачем идти по лестнице, перешагивая со ступени на ступень. Все покоится на энергии Кришны, поэтому ничто не может существовать в ней помимо Кришны. Кришна – Верховный Правитель, ибо все сущее принадлежит ему, зиждется на его энергии. Прибывает в сердце каждого живого существа, а Кришна является высшим свидетелем. Наши дома, страны и планеты, на которых мы живем – это тоже Кришна. Кришна – высшая цель и высшее прибежище. Поэтому, чтобы оградить себя от опасности или избавиться от страданий, нужно предаться Кришне. Тот, кто нуждается в защите, должен всегда помнить о том, что защитить нас может только живая сила. Кришна – это высшее живое существо, и поскольку он является причиной нашего появления на свет нашим отцом в высшем смысле этого слова, у нас нет и не может быть лучшего друга и благожелателя, нежели Кришна. Кришна – изначальный источник творения и его последнее прибежище в период разрушения материального мира. Поэтому Кришна является вечной причиной всех причин. Омагьяна-тимирандасья Генанджана-шалакая Чакшурун-милитамина Тасмай Шри-гураве-намаха Шри-чайтанья-манобиштам Стапитамин-набуталей Сваям-рупа-кадамахиам Дадатисва-падантикам Ванча-калпа-тарубяш-ча Крипасин-хупья-эвача Аттитанам-павани-бхё-вайшне-бхё-намо-намаха Джая-шри-кришна-чайтанья-праву-ницянанда-шри-адвайта-гададхара-шри-васадигаура-бхактавринда Харе-кришна, Харе-кришна, Кришна-кришна, Харе-харе Харе-рама, Харе-рама, Рама-рама, Харе-харе Нама-ом-вишна-падая, Кришна-прештая, Буталеши-мати-бхактивиданта-свами-нити-намине Намасте-сарасвати-дэви-гауравани-прочаринны-нирвишеша-шумневади-пашчатядыша-таринэ Гатир-бхарта-праву-сакши-нивасакшаранам-сухрит Прабхава-пралая-стханам-нидханам-биджам-авья-ям Я цель и хранитель, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг Я творение и разрушение, основа всего сущего, место успокоения и вечное семя В этой девятой главе Бхагавангиты Кришна провозглашает свое могущество Описывая свою роль в творении, поддержании, уничтожении мира И также он описывает, как реагируют на него разные живые существа Здесь он упоминает три основные категории людей Сначала он говорит о демонах, тех, кто не воспринимает Кришну серьезно, смеются над ним Обычная ситуация, если вы покажете какому-нибудь человеку изображение Кришны И скажете, что это источник всего творения Скажет, ребята, вы попали в культ синего бога Какой-то индийский мальчик, мы должны поверить, что он источник всех миров Обычное нормальное состояние этого материального мира Так люди воспринимают И поэтому Кришна говорит Глупые люди, которые не понимают меня Они не знают моей высшей природы Потом Кришна описывает чистых преданных Он говорит, что по контрасту с демонами, чистые преданные Это те, кто находит полное прибежище во мне В моей духовной энергии И это великие души, это махатмы И их жизнь состоит в том, что они Сататам, Киртаян, Тумам Они прославляют меня постоянно Следуют своим обетам Ятанташчадритхавратах И таким образом протекает их жизнь в сфере внутренней энергии А потом Кришна начинает описывать категорию людей Которые находятся между демонами и преданными Потому что в жизни всегда все сложнее Не такое все черно-белое И вот в 15 стихе этой главы Бхагавадгид Он говорит, что те, чье жертвоприношение состоит в развитии знания Они делятся на три категории Он их называет Экактвена, Притхактвена, Вишватомукхам Итак, он говорит, что это промежуточная категория Это люди, которые совершают так называемую яна-ягию То есть они постигают мир И в разной степени этот мир понимают Экактвена, это те, кто стоят на позициях такого ахманизма Или имперсонализма в хорошем смысле слова Они не майавади, просто они видят такую духовную общую причину всего сущего Притхактвена, это те, кто видят не столько единство, сколько видят разнообразие Они говорят, и тут Бог, и тут Бог, всякие разные формы Бога существуют То есть такое у них в природе они видят Бога Это Притхактвена называется В различных полубогах, различные проявления абсолюта Вишватомукхам, это те, кто считают, что космос, вот это вот и есть Бог Вселенная вера трупа, это вот высшая система Больше, выше этого ничего нет То есть они не знают о духовном существовании, стоящем за этим Тем не менее, это вполне приличные люди, они не демоны Они еще не чистые, преданные, но вот они на пути к преданному служению находятся И вот как раз этот стих, который я выбрал, 9.18 Он как раз и является своего рода иллюстрацией к тому, как вот видят или воспринимают мир Вот эти промежуточные категории людей, которые и не демоны, и не преданные Но вот они интересуются Гьяна-Ягьян, так сказано в 15 стихе Это плод их понимания, это плод их философствования И вот здесь Кришна говорит Я цель, хранитель, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг Я творение, уничтожение, основа вселосущего, место успокоения и вечное семя Эти стихи, они кажутся нам какими-то немножко отвлеченными Потому что, как Вайшнавы мы знаем, вот Кришна на алтаре находится Ему нужно выражать почтение, его нужно прославлять У нас есть своя ритуальная культура Достаточно, скажем так, сильно привязанная к храмам То есть вот храмы, центры сознания Кришны Лучше телефон отключить, если есть возможность То есть храм это некое средоточие духовной энергии Потому что тут Кришна представлен, все вокруг алтаря Преданные стараются ему служить И мы это осознаем очень хорошо Но мы не всегда осознаем Кришну за пределами храма И поэтому вот эти вот стихи, которые описывают различные проявления Кришны в этом мире Они могут нам помочь немножко компенсировать все эти моменты В противном случае, если наше сознание Кришны ограничено только рамками храма И мы не осознаем Кришну нигде в другом месте Вот есть только вот маленький островок такой сознания Кришны и здесь Вокруг сплошная мая опасная и агрессивная Вот это обозначает что-то с нашим видением Материальная энергия без сомнения есть Низшие гуны в Кали-югу без сомнения есть Никто это не отрицает Но также есть возможность увидеть все это в связи с Кришной И это как раз и становится возможным благодаря вот тем вещам, которые Кришна здесь говорит Он показывает, каким образом он представлен в разных проявлениях этого мира И хотя мы это сказать не собираемся опускаться на этот уровень Экатвена, притхатвена, все эти трудные слова Вот тем не менее, такое видение, оно может сделать наше осознание Кришны более широким Потому что мы знаем из нашей традиции, что Каништхатхикари это тот, кто видит Кришну исключительно в храме А вокруг сплошная мая То есть у него не хватает самбанха гьяны То есть знания о том, как все связано с Кришной Поэтому он из храма так выходит, как на войну сражаться с мая С одной стороны, это правда Потому что духовную энергию нужно распространять Это не подлежит сомнению С другой стороны, для того, чтобы ее распространять Ее нужно уметь видеть повсюду Как Шила Прабхупада говорил, что электрик, он может добыть электричество повсюду Он знает, как это делается Точно так же и человек, который осознает Кришну Он может увидеть Кришну во всех проявлениях Не теряя его из своего такого вайшнавского видения Имея свой возлюбленный образ в сердце и так далее Но при этом он смотрит на мир, как на проявление энергии Кришны Таким образом, у него есть возможность подняться до второго уровня преданности Который называется мадья-матхикари То есть средний уровень, когда человек способен видеть Кришну в сердцах других живых существ Он может различать их уровень и понимает, кому мы даем знания Кому мы пока не даем знания Или даем ему Кришну в каких-то таких удобоваримых формах В форме просада, допустим, философии он сейчас, может быть, не может принять Но вот в каких-то формах он и может принять То есть вот эта способность различать, она обозначает развитие нашего разума духовного И способность увидеть Кришну не только прямо на алтаре, прямой такой даршин А увидеть его вокруг Допустим, когда приветствие божеств, все бегут на даршин То есть даршин конкретной формы вот здесь, вот в этом, сколько там, 3 квадратных метра Или 5 квадратных метров, вот в этом месте даршин Но как сделать так, чтобы наш даршин Кришна не прекращался Потому что божества открылись, божества закрылись И довольно странно, если всемогущий Бог живет только в такой маленькой коробочке Ограниченной еще тут этими решетками, чтобы он не убежал никуда от нас Без сомнения, это определенная культура поклонения божествам Все хорошо, все правильно Но это определенный этап, это вспомогательные вещи Которые должны привести нас к осознанию, чтобы Бога повсюду Чтобы даршин откуда бы ни посмотрели Как вот чистый, приятный, как Шрила Прабхупада Он ходил, шел по этому миру и ученикам своим показывал Вот Кришна, вот Кришна, со всех сторон показывал То есть прежде чем появились храмы, Кришна Прабхупада уже видел Кришну повсюду И поэтому в храмах Кришна, естественно, представлен более концентрированным Но мы не можем всю жизнь жить в храме В самом лучшем случае люди приходят в храм раз в неделю по праздникам и так далее А жизнь остается, каким образом мы видим Кришну повсюду Итак, давайте попробуем рассмотреть вот эти примеры, которые здесь Кришна дает Он говорит, я цель, гати У каждого живого существа в жизни есть какая-то цель Будь ли человек материалист или трансценденталист, имперсоналист, персоналист, неважно кто У каждого человека есть какая-то мечта, какое-то стремление, какая-то цель Ради этого он получает образование, он чему-то учится, чему-то стремится, работает Есть какая-то цель Если проанализировать любую из этих целей, то это что-то будет из трех Одно из трех А что есть одно из трех? Карма, бьяна, бхакти, больше ничего нет Одно из трех Карма обозначает, что человек хочет какого-то благополучия, здоровья, улучшения своего материального положения Тут очень широкий спектр Вот кто-то в этом материальном мире, на земле хочет, кто-то там сразу на райские планеты метит Но так или иначе, это все спектр кармы То есть все, что связано с улучшением положения своего тела Все, что связано с каким-то повышением наслаждения этого тела Это все сфера кармы И Кришна дает эти возможности, плоды Он говорит, пожалуйста, делай так, получишь это То есть Карма Канда всю эту механику описывает, что к чему и как Вот поэтому любой человек, ставящий себе любую материальную цель Он неосознанно стремится к Кришне Вот который представлен, допустим, в виде какого-то великолепия райских планет Или чего-то такого Вот другие люди, скажем, более такие тонкие Которые стремятся к знаниям и пытаются понять тайны мира и так далее Им хочется в знании разобраться То есть их тема – это развитие знания, это гьяна Вот Кришна говорит, я есть гьяна Я есть знания, я есть предмет познания, я есть цель познания Вот то есть все то, что познают люди в этом мире, что они познают? Материю иду, больше ничего познавать Материя иду, больше ничего нет Вот разные формы Грубая материя, тонкая материя Вот поэтому люди, которые изучают все, что угодно Любые науки, искусства и так далее Вот они изучают действия материальной энергии Ну некоторые изучают действия духовной энергии Допустим, те же самые психологи Они изучают, как вот сознание проявляет себя в материи Какие разные состояния испытывает человек и так далее Вот то есть любая форма образования в этом материальном мире Это постижение каких-то разных аспектов реальности, которые исходят из Кришны Ну и Вайшнавы это те люди, которые хотели бы знать причину и того и другого Они хотели бы знать причину и материи, и духа И они хотят познать именно причину всех причин Сарва, Карана, Карана Вот поэтому, когда мы говорим о целях То любая цель, которую бы обозначил человек Пространственная цель, я хочу поехать туда Или там на какие-то планеты Или какая-то цель внутренняя в плане какого-то развития Это все происходит в сфере творения Кришны И поэтому так или иначе является каким-то костным проявлением Кришны Но если мы хотим знать, каково прямое проявление Конечно, я есть цель То есть куда бы человек ни шел, достигать каких-то материальных результатов Или каких-то интеллектуальных результатов, чего-то еще Это все путь, проложенный Богом Просто пока еще не произошел в жизни нужный поворот За которым человек увидит эту причину всех причин Допустим, мы видим свет утром Мы видим свет, откуда там из-за горизонта идет Но солнца мы еще не видим То есть еще этот момент не пришел, когда я увидел свет и его причину Также я вижу какие-то привлекательные проявления этого материального мира Красота, богатство, сила, что-то еще Я вижу эти проявления, я стремлюсь к ним Но я могу не видеть еще их источника Свет уже есть, а солнца еще нет То есть люди, которые видят какие-то удивительные проявления этого мира И стремятся к ним, но пока не видят их причины Для них еще не произошел этот поворотный момент За которым они увидят все это в связи с первоисточником Вайжнавы это благословенные души, которые увидели связь всего того К чему стремятся люди с тем источником Они понимают, почему эти вещи привлекательны Нам нравится какой-то красивый человек Какая-то красивая вещь или какие-то красоты в природе Что это такое? Это просто материальные элементы определенные И сами материальные элементы не могут привлекательными быть Что же их делает привлекательными? То есть некто своим замыслом, Кришна своим каким-то художественным Или интеллектуальным замыслом Он придал этим материальным элементам некую форму То есть если просто зложить человека на материальный элемент И сказать, вот что ты любишь Вот этого человека ты любишь Но когда это все просто в виде материальных элементов Здесь нет ничего привлекательного То есть привлекательные эти материальные элементы Делают нечто нечто такое организующий какой-то момент из параматма она организовала материю определенным образом что эта материя выглядит привлекательно какое-то произведение искусства талантливыми которые смогут смотрят не могут оторваться или красивый человек и какие-то красоты природы то есть что-то эти материальные элементы очень гармонично красиво объединила и вот это привлекает и теперь важно понять кто же это все эти материальные элементы столь гармонично и красиво объединил почему они захватывают наше сознание почему что-то красивое она сразу же вот входит наше сознание и она там поселяется и мы не можем от этого избавиться просто просто какая-то гармоничная форма почему так то есть просто как какой-то облик он входит сознание тому держится и человек ходит все там сошел с ума я влюбился да то есть почему этот форма какой-то образ там какие-то качества он не понимает почему это же просто материальные элементы но они кем-то так организованы настолько вообще гениально настолько как-то потрясающе что этот образ он вошел в нас и выйти не может это кришна то есть он сумел таким образом все сделать что вот вещи стали для нас привлекательными потому что он всепривлекающим то есть ваш навы это люди которые способны видеть этот мир не просто восхищаться многие люди тоже высвещаются красотой природы и так далее но они смотрят на все эти вещи но они не понимают связи с первой причины поэтому они привлекаются отражением они оригиналом в этом собственно говоря и состоит вся разница между людьми которые привязаны к этому миру и людьми которые смотрят на этот мир и видят что он привлекательны потому что в нем отражается кришна и они привлекаются не отражение меня смотрят на оригинал откуда это все то есть вот это вот понимание такое косвенное понимание присутствие кришну в этом материальном мире вот она помогает нам прийти также и к прямому потому что если мы просто говорим что вот есть бог но они изучаем его энергии не изучаем как эти энергии в этом материальном мире то у нас будет неполное восприятие мира поэтому мы изучаем бога вместе с его энергией сначала мы ставим кришну в центр а потом начинаем разбираться сказать как он представлен в этом материальном мире дальше он говорит я есть хранитель хранитель обозначает что все что есть оно должно сохраниться допустим какие ценности обладают ценностью просто потому что они как тот продолжены во времени если дадите что-нибудь там не на рубль на вот он ценен потому что он может быть день два три есть и так далее если вам не дали он тут же исчез то есть нет энергии поддержания это ценность на кай такая нестабильная очень ценность поэтому все эти ценности которые существуют они ценны тем что они могут во времени сохраняться и хранитель обозначает носитель этой силы поддержания то есть это вишну это еще называют его пушан вы выше панишат это имя упоминается а тот кто является хранителем этого творения материального потому что из трех гун материальной природы благость отвечает за принцип сохранения или поддержания страсть творит невежество уничтожает а благость поддерживает поэтому этот принцип сохранения долгая жизнь чего-то там да вот человек долго живет или какой-то что-то долго хранится или вот мы берем что вот как построено на здание на века качественно качественно это обозначает в знании с благостью до что качественные материалы качественная технология все сделано так то есть кришна присутствует там форме знания форме этой благости поэтому какое-то строение стоит долгое время и вот удивляет нас таким своим постоянством или человек который допустим долго постоянно неуклонно что-то делает что делает его таким неуклонным и постоянно почему один что там начал бросил допустим получил энтузиазм потерял энтузиазм а другой очень стабилен неуклонен вот интересный образец да вот это обозначает что верховный господь присутствует ним форме от этой вот силы поддержания силы благости поэтому человек стабильными смыть какой стабильный чак на него можно положиться до у него есть чувство долга он сказать он сегодня выполняется долг и завтра и послезавтра ну всеобщем находка то есть мало таких людей на которых можно полностью положиться почему мало потому что может быть так сказать бог не проявлено них в полной мере не хватает этой энергии благости человек загорелся и потух до а люди которые стабильны в чем-то вот это вот стабильность привлекает способность сохранять да тут стабильность это присутствие верховного господа чем его больше в нашей жизни тем больше процессы стабильны чем его меньше тем меньше стабильности меньше надежности меньше каких-то перспектив дальше он говорит прабху я повелитель прабху мы используем это слово также вот и первое его значение на самом деле бог бог некоторые думают что там какие-то слова титулы из более высокие чем пробху махарадж нет пробху выше на самом деле потому что пробху обозначает бог в строком смысле слова ворач так санясь просто называют частный случай а проходит а очень высокий самый высокий самый самый так сказать высокий можно сказать термин или титул это пробху вот именно поэтому там пробху пада называют тот учить стоп все вот эти вот пробху или там сказать господа прибывает этого материального мира итак господин это очень важная категория жизни человека потому что хотя вот в вашем так сказать революционном городе когда-то господ пытались так сказать свергнуть вот без господ никак невозможно вот именно потому что вот эта вот идея господина или пробху она присутствует вечно и живые существа по своей природе они такие они слуги даса вот и когда хозяина или этого пробху нет живые существа чувствуют себя очень надежно смотрите допустим власть может быть хорошая или не очень хорошая даже нехорошая власть лучше чем вообще отсутствие власти допустим вена какой был плохой царь прямо вообще из рук вон плохо вот брахманы вынуждены его убрать но значит когда совсем не было царя там сразу говорится воры разбойники и прочее расплодились вот поэтому какая-то власть какой-то пробху какой-то сказать господин каким бы он ни был вот он должен быть живые существа не чувствуют себя как-то вот но спокойно когда нет этого повелителя какую лично вашей жизни играет допустим президент страны можно сказать да никакую но уберите его и сразу как-то будет немножко боязно понимаете что нет нет никого кто наверху кто все контролирует вот то есть получается что вроде бы какие-то лидеры политики они в нашей жизни прямой какой-то функции не играют но по меньшей мере мы знаем есть кто-то там наверху хорошо ли плохо ли как-то он со своими обязанностями справляется и мы чувствуем что как-то до какой-то степени все под контролем и для этого должен быть некий пробху какой-то господин который вот все будет контролировать вот поэтому всегда в любом деле хоть что-то там не знаю кооператив три человека должен быть какой-то начальник это вроде управлять то особо нечем но должен быть кто-то кто главный кто отвечает за какое-то дело вот то есть вот это вот идея какого-то лидерства какого-то господства она может быть не очень любима людьми то есть люди с одной стороны ругают эту иерархию что там все там зажрались там еще очень проворовались вот но какие-то люди должны быть понимаете кого-то мы одного сдернем другого все равно поставим потому что это место она не она не может быть пустым оно должно быть там вот это вот концепция что должен быть кто-то какой-то господин чтобы мы чувствовали себя защищенным это все идеи идет с кришной в это все иерархии этого материального мира существует просто потому что из изначальной иерархии из изначально этот господин и без него ничего работать не будет то есть тот кто защищает покровительствует каким-то образом координирует и так далее свидетель даже он говорит сакши я из свидетель свидетель это очень важная тоже роль потому что иногда мы совершаем какие-то действия и нас о чем-то там говорят потом ну это ты сделал игры нет и мы начинаем свидетелей искать каких-то да вот и кто-то находится кто-то не находится поскольку в этом материальном мире живые существа имеют тенденцию отклоняться от дхармы нарушать ее вот то должны быть кто-то кто это видит свидетели свидетельствуют да об этом и таким-то образом фиксируется вот и мы читаем шестой песни бхагава там где-то что там солнце и луна там все звезды полубоги и так далее вот они все видят они свидетели вот потому что они высоко стоят это глаза кришна говорит солнце и луна мои глаза то есть через эти через эти светила кришна видит все что происходит в этом материальном мире также он видит непосредственно как параматма вот и именно благодаря тому что он свидетель он может правильно воспитывать нас если бы не было свидетельствовать как вот я себя веду сегодня завтра послезавтра как бы кришна исправлял меня если бы он не знал как я себя виду то есть он как высший учитель высший воспитатель он заинтересован в том чтобы и сознание в конце концов полностью исправилась и для этого я должен быть под наблюдением вот и для этого должен кто-то быть смотрящий сакши это обозначает смотрящий свидетель вот поэтому кришна говорит бхагавадгите моя дьякша на прокрытие суеты сачара чарам под моими глазами моя дьякша акша это глаза обозначает под моими глазами под моим взором вот эти вот все движущиеся неподвижные существа входят мир совершают тут разные действия то есть это очень важная функция свидетеля кто бы смотрел за моей динамикой что происходит и так же это очень важная для меня функция понимания я понимаю что я всегда нахожусь под чем-то взором потому что когда я знаю что какой такой всевидящее око существует то это само по себе уже регулирует мое поведение если я думаю что нет никого от этого видящего свидетеля какого-то у меня как у так сказать у маленького живого существа склонного сказать ко всяким разным отклонениями так далее появится ощущение безнаказанности без ответственности могу делать все что угодно но когда вот это вот око есть все это само по себе уже контролирует я помню одно из так сказать начала это вот эпохи видеонаблюдения где-то начале восьмидесятых годов я был в австралии зашел в магазин супермаркет и там была такая значит это вывеска улыбайтесь электронный глаз наблюдает за вами такой ненавязчивый намек что если попробуешь куда-нибудь там залезть сейчас рукой то за тобой смотрят вот это напоминание о том что все под контролем и у живых существ есть тенденции отклоняться но когда они знают что есть некто вот видящие смотреть свидетельствующий то это само по себе уже как-то сдерживает меня в присутствии старших я веду себя как-то ну более менее правильно когда они ушли думаю ну сейчас мы расслабимся на вот дети дома такие правильные родители ушли и у них то начинается сразу бедлам да то есть никто не смотрится сейчас мы оттягиваемся во все тяжкие что хотим то и делаем потому что никто не смотрит так они думают они думают что светили нет но кришна смотрит видит все и потом какие-то выводы и также именно благодаря тому что кришна все видит именно поэтому работает этот принцип что все тайное рано или поздно становится явным почему именно потому что параматма все видит все наблюдает и рано или поздно эти вещи выводят так сказать на белый свет именно не для того чтобы как-то вот нас не знаю там опозорить или сконфузить а для того чтобы исправить какие-то негативные ему какой-то стыд что-то еще мы испытываем это важные вещи они неприятные но они важны и потому что иначе может быть мы не сможем как-то раскаяться в этом огне раскаяния сгорают какие-то материальные желания какие-то наши ошибки глупости то есть вот этот фактор свидетеля он очень важный хотя нам кажется что но вообще ну негде вообще уединиться где же мне вообще скрыться до чтобы никто не видел на вот то есть выясняется что этот встроенный монитор вот он стоит в моем сердце параматма и все агупадра штануманда чао наблюдает за всем и дозволяет кришна да он все видит вот и иногда мы так сказать в приглядном виде иногда мы не приглядном виде и он видит и то и другое но он родитель то есть как бы перед ним на вроде как не стыдно она может быть стыдно друг перед другом но перед ним не стыдно вот но дело в другом дело в том что вот этот принцип наблюдения он является чрезвычайно важным для кришны для того чтобы он координировал смотрел кому из нас чего не хватает соответственно кто из нас в чем заблуждается как нас исправить ну и для нас важно понимать что есть какой-то свидетель всегда именно потому что это является одним из факторов самоконтроля то есть я держу себя в определенных рамках именно потому что знаю что все или я отклонюсь меня потом исправить либо я сам себе исправлю лучше исправлять себя самому чем чем другим это все доверять дальше он говорит я есть обитель неваса обитель это тоже очень важное такое явление в нашей жизни без обители люди не могут жить всем нужно какое-то убежище вот это неваса шаранам они два термина подряд идут обители прибежище собственно говорят на родственные такие понятия вот потому что живые существа маленькие по своей природе и маленькая имеет тенденцию искать защиту у кого-то великого как какого-то покровительства какой-то защиты вот и кришна является этим самым убежищем в его отсутствие мы ищем другие формы убежища то есть мы обязательно хотим вот какую-то крышу над головой иметь какие-то четыре стены вот вот в этой стене в одной из них должна быть дверь двери ключ и ключ у меня в кармане я чувствую себя надежно у меня есть некое убежище вот и мы видим как живые существа в этом мире меняют убежище первое убежище которое живое существо получает здесь это вот в чревоматери выпадает потом из чревоматери следующего убежища в люльку она выпадает колыбель потом дом квартира двор школа какая-нибудь партия система работа семья вот это вот убежище меняется 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 в конце концов тело уже становится негодным последующие последнее убежище тут ящик такой да бум туда там убежище то есть для тела какие-то убежища мы находим но убежище для души не всегда человек может найти поэтому десятая песня шимат бхагва там так и называется ашрая высшее убежище для живого существа вот если убежище для тела здесь вот продаются едешь там квартира там-то там-то столько там три миллиона еще там убежище раздаются всякие разные зависимости от ваших финансовых возможностей убежищем убежище для души мало кто предлагает религиозные традиции предлагают найти убежище в боге вот но традиция гаудея вайшнавов делает это скажем так может быть максимально так сказать наилучшее предложение на рынке религиозных услуг то есть вот это убежище виде головка в риндауна выглядит наиболее самое привлекательное предложение на эту вот безличный брахман что-то там еще какие-то там райские планеты и прочие дела тоже может быть неплохо выглядит по сравнению с миром трех гун вот она в теологии гаудея вайшна вот это вот убежище и сама 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 личность кришна является наиболее таким вдохновляющим убежищем для всех а самый близкий друг сухрид это тоже очень важное понятие потому что друг это тот с кем можно вот так вот на равных общаться иногда в иерархических системах где вот очень четко представлены такие понятия старший младший вот как армия там или даже допустим наше общество здесь вертикаль очень четко так сказать подчеркивается постоянно старший преданный младший предан такой сикой там ашрам и все вот это вот вертикаль вот и это очень важно для наличия какого-то определенного порядка чтобы младшие уважали старших старшие проявляли милосердия по отношению к младшим вот то есть вот это вот вертикаль она является важной но для каких-то вот уже может быть ну не рабочих отношений чистыми из личных межличностных отношений очень важен принцип равенства какой-то вот такой дружбы то есть там где человек уже не чувствует себя может быть закрепощенным этими семи какими-то условностями иерархии там этикета когда он скажем открывается ну легко как личность вот потому что в иерархии хочешь не хочешь мы проявляем себя как функции как роли если не заправим как личности роль вот у меня есть определенная функция у меня какой-то статус есть из определенные ожидания я должен держать определенную марку да то есть чтобы вот скажем не потерять лицо свое то есть некий имидж социально то есть иерархия на вся вот такая на во многом на имиджах основана вот но это некая такая скажем внешняя личина иерархия она хочешь не хочешь заставляет нас играть какие-то роли потому что есть социальные ожидания но сам человек внутри он может немножко уставать от всех этих своих таких знаете иерархических социальных ролей вот ему может хотеться чего-то такого ну более простого непосредственного открытия от открытого да вот и для этого нужен сухрид то есть какой-то близкий друг если люди какого-то примерно равного возраста уровня какого-то понимания умонастроения у них такое какое-то сходное то что рупа гасами называет принципом саджатия то есть люди сходной природы которые как-то более-менее одинаково смотрят на мир понимают друг друга вот потому что в таких отношениях человек как-то больше раскрывается им проще вот как-то общаться обмениваться и так далее поэтому очень важно чтобы определенный тут иерархический порядок вертикальный он был уравновешен горизонтальными такими живыми нормальными взаимоотношениями друг это очень важная категория и если допустим у нас нет жизни друзей то и остаются только какие-то вот такие вот вертикальные иерархические отношения то это делает жизнь скажем так не полноценной я вот например никогда не любил там какие-то все эти социальные сети и так далее читал все это еще пустой тратой времени там нигде никогда не регистрировался но буквально прошлом году где-то я уже не помню каким образом я так сказать вышел какой-то мне попался там ролик значит в интернете и я там увидел себя 30-летней давности вот то есть это значит ну я я работал в пассажирском флоте в начале 80-х годов вот ну и там много всякого там было всякие приключения там по морям странам вот это значит наш этот пароход был такой александр пушкин кстати он с балтийского морского пароходства к нам вот он на дальний восток перри перевели вот и я на нем работал там было много друзей и такое было очень молодость все так весело здорово было то есть было очень много такого неформального общения и потом я пришел уже к преданным об этом все как-то забыл куда то все это ушло на второй план и тут вдруг я значит каким-то образом не попался на этот ролик я стал смотреть вот увидел там себя значит увидел там своих друзей и так далее такой такой рекламный фильм немножко был вот эта компания была английская city сила инс вот с которой с которой работал наш судно вот и у меня появилась прямо какая такая жажда вот как-то найти этих людей пообщаться потому что ну допустим среди преданных у меня был какой-то время дефицит дефицит этого какого-то равного общения все время там иерархия выше ниже там такое все какое-то вот и и я вдруг узнал что эти люди они в том там но в одной так сказать социальной сети там в такое у них сообщество общается я там зарегистрировался бог ты мой а имя стали говорить где ты был тридцать лет мы тебя помним и тебя знаем ну-ка давай рассказывай и давай выкладывай свои фотографии там где-то старые новые все то есть я получил такую знаете это самое вливание какой-то не то что это это не было возвышенным общением прямо скажем вот но это было это было какой-то такой вот какой-то глоток такого эмоционального потому что не хватало какого такого именно тут дружеского кого-то вот эмоционального такого общения и тут вдруг вот люди когда с которым я уже много лет значит не общался на конце они меня помнят все хорошо все замечательно вот и столько всяких там этих каких-то и отзывов и шуток и воспоминаний то есть я почувствовал какой-то определенный этот эмоциональный вкус которого так сказать допустим если его в обществе ваш навык не находим хочешь не хочешь его приходится искать где-то в другом месте поэтому это очень важная такая вещь и там и люди такие достаточно открытые все я им там какие-то свои там путешествия фотографии тут же так сказать точечно там где-то к вставляю храмы и кришну индийского как интересно здорово ставят там свои эти лайки там за что им уже и кришна нравится и все им нравится то есть вроде как такое обычное какое-то ну мирское общение но таким пунктиром там нас проходит они уже понимают что я это я уже там каким-то образом связан sky я уже они уже думая или там обсуждая меня они уже хочешь не хочешь там как-то косвенно с кришной соприкасается вот то есть это был для меня интересный такой момент потому что ну раньше у меня друзей было достаточно много да потом когда я стал преданным каким-то образом не испарились вот и осталось только вот это вот иерархия вертикали вот собственно говоря именно эта вертикаль она меня таскадет немножко ну напрягала и я собственно говоря женился именно потому что мне это все вы 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 вот это вот это вот вертикально отсутствие каких таких вот отношений я уже чувствовал все я уже задыхаюсь мне нужно что-то более такое простое эмоциональный то То есть, Кришна показывает, что если в жизни человека не хватает какой-то определенной расы, в одной сфере он будет искать в другой сфере. И вот здесь он говорит одну очень важную вещь. Я есть лучший друг. Конечно, дружить с Кришной это не такая дешевая вещь, это не просто там какие-то, знаете, сослуживцы или еще там вместе учились или еще. То есть, это самый высокий уровень и именно в отношении с ним, конечно, реализуется в полной мере вот это вот наше желание такого непосредственного, простого общения. Есть разные типа друзей, товарищей, так сказать, и так далее. Но Сухрид это считается одна самая такая, как это назвать, сердечный, буквально Сухрид это означает сердечный друг, то есть друг, который ближе всего к нам находится. И когда я читал об этом, ну, у меня этот стих всегда, он-то как-то привлекал своей такой насыщенностью. Много здесь такого важного всего скажено. Кришна умеет коротко, но так очень емко сказать, главные какие-то вещи основные. И друг обозначает, что он такой друг, который за нами в буквальном смысле слова в огонь и в воду. То есть, это не тот друг, с которым сегодня мы друг другу таскаем спинку, моем, да, все хорошо, а завтра уже дружба в розе. То есть, Кришна тот самый как раз изначальный друг сердечный, от которого ничего невозможно скрыть, по причине того, что он свидетель, все видит, да, то есть с ним невозможно как-то вот манипулировать им. Но и не хочется, потому что вот он тот, кому мы можем действительно в полной мере раскрыть свое сердце и попросить его какой-то или поддержки, или, так сказать, о чем-то там еще. Потому что, ну, друзья, они, кажется, познаются в беде. Мы, конечно, мало что можем дать Кришне, но Кришна может дать нам все. Однако он ценит сам принцип взаимоотношений, что мы его воспринимаем по-дружески. И к друзьям обычно относятся бескорыстно. То есть, конечно, мы сейчас не можем имитировать какую-то сакхирасу, но сам принцип, что потенциально Кришна по отношению к нам дружелюбен, и он является вот таким вот главным резервным другом, даже если в материальном мире все друзья закончились вдруг, да, по каким-то причинам, вот, остается главный резервный друг. Все остальные друзья, они были его временными экспансиями, можно сказать, какими-то богозаменителями в этой сакхирасе. А Кришна, вот, он изначальный, оригинальный, вот, поэтому вот эта вот идея присутствия такого изначального верного друга, она очень вдохновляющая, на самом деле. Вот, если мы будем о Кришне думать вот таким вот образом, то он будет и проявлять себя соответствующим образом. Почему Кришна говорит, а мы предаемся ему в том мире, он вознаграждает нас, в какой степени и в каком ума настроении. Далее он здесь говорит, я есть творение разрушения и основа всего сущего. То есть, любой процесс в этом мире, он проходит в стадии творения, поддержания, уничтожения. Это все запускается в гунме материальной природы, эти гуны, они запускаются силой времени, а время это и есть воля Кришны. Вот, то есть, все вот эти вот состояния бытия, которые мы наблюдаем, постоянно творение, поддержание, уничтожение, через которые проходим и мы сами, и все окружение, и вещи, и так далее. Это все инициируется Кришной. То есть, мы можем видеть Кришну в восходе солнца, в зените солнца, в закате солнца, творение, да, какое-то развитие, увядание какое-то определенное. То есть, просто наблюдение за миром, наблюдение за природой, но через призму шастры, через призму шастры, оно дает вот это вот ощущение тотального присутствия Кришны со всех сторон. Вот это как раз то, о чем Кришной говорит в Бхагавадгите, 6 глава, 30 стих. Для того, кто видит меня во всем и все во мне, я никогда не потерян, и никогда не потерян для меня. Я был очень удивлен увидеть этот стих в прошлом году в Лос-Анджелесе, мне там водили в один храм такой, у них парк пяти религий есть в Лос-Анджелесе. И там в этом парке символы разных религий, пяти религий основных. И я был вообще очень удивлен, вдохновлен, увидев там на склоне холма Мурти Кришны, он стоит там, от его стоп такой водопадик, не спадает, вокруг такая зелень, все это. И там вот этот стих, 30 стих, 6 главы Бхагавадгиты, что тот, кто видит меня во всем и все во мне, я никогда не потерян для него, он никогда не потерян для меня. Вот это вот видение человека, который не просто вот его даршан, вот в храме он смотрит, вот Бог там такой, да. Или бывают индуистские храмы некоторые, храм в Удупе, прекрасное божество, он такой вот маленький алтарик, вот значит, все туда заглядывать надо, вот он там в глубине, в темноте стоит. Вот такое видение Бога есть. Вот другое видение Бога есть, когда мы получаем даршан Кришна не только в форме божества, но также способны видеть его в различных явлениях природы, в различных процессах, которые окружают нам. Итак, в предыдущих стихах он еще говорил, что я есть целебная трава, вот потому что наше здоровье, оно целиком и полностью зависит от Кришны. Он как Данвантари принес эту науку о долголетии, о здоровье, вот и хотя мы говорим доктор там такой, доктор лечит, это не доктор лечит, это Кришна лечит через доктора, то есть он дает ему знания, он дает ему все эти препараты, все эти травы. То есть вот если есть у нас такое видение, понимание, что вот все, что нас окружает, все, что нас окружает, это различные проявления Кришны, прямые или косвенные, то вот это и есть способность видеть Бога повсюду. И оно не делает нас имперсоналистами, совсем нет. Такое видение, оно не обозначает, что мы отказываемся от видения Бога вот в непосредственной прямой форме, это дополняет, то есть наше видение становится более целостным. И когда человек читает эти вещи, не просто читает, а когда мы медитируем на все это, то шастры это то, что дает нам новое видение. Это называется шастра чакшу, то есть восприятие или видение мира глазами Писаний. Потому что мы в любом случае будем мир как-то видеть, как-то воспринимать, либо физическими глазами. Пожалуйста, живые существа вокруг нас, животные, они тоже видят мир. Но что они видят? Они видят какие-то внешние объекты, они видят какие-то процессы, но они не видят за этим глубинного какого-то смысла. Поэтому мир для них это просто какая-то бессмысленная круговерть, непонятная, калейдоскоп какой-то, да, событий. Можно видеть глазами материального знания, допустим, ученый, глядя на мир, он уже видит больше, чем какой-то обыватель, который не обладает каким-то материальным знанием большим. А когда человек становится уже духовным ученым, когда к материальному пониманию еще добавляется духовное понимание, теперь это уже другие глаза. То есть физические глаза, глаза знания и есть еще глаза любви. Это то, о чем Брахма Самхити Брахма говорит. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, которого видят глазами любви в этой привлекательной форме Трибанга Сундры, изящно изогнутого в трех местах, а вот преданные, которые именно смотрят так. Поэтому преданность и Писание – это то, что обогащает наше видение. Либо у нас физическое видение, материальное видение вещей, либо мы его уже обогащаем видением через глазами знания, или высший пилотаж – это уже видеть глазами любви, глазами преданного служения через связь с Кришной. Итак, вот это очень важно. И вот в понимании, в углублении этого видения на самом деле содержится некая гарантия того, что мы сохранимся в сознании Кришны. Почему? Потому что мы наблюдаем одну такую вещь, что много людей приходят, ну не так много, как хотелось бы остается, кто-то приходит и уходит. И у этого есть определенная причина. Кришна в седьмой главе Бхагавадгиты описывает, что четыре категории людей обращаются к Нему. Он говорит, те, кто в беде, те, кто в нужде, любопытные и ищущие знания. И для того, чтобы сознание Кришны стало таким вот тотальным, не локальным, что только в храме, в храме я не попал и все, вот с Кришном нет контакта, а чтобы оно стало вот именно таким тотальным, для этого необходимо было вот таким вот видением, чтобы не потеряться, не потеряться. И вот это видение такое, оно требует по меньшей мере, скажем, квалификации джигьясу. То есть этих вот трех видов, арта, арта, архи, джигьясу и гьяни, то есть те, кто в беде, те, кто в нужде, любопытствующие ищущие абсолютную истину. Первые две категории, те, кто в беде, те, кто в нужде, они составляют в основную массу. Но эти же люди, они составляют наиболее нестабильную массу, потому что такого рода люди, они менее склонны вот к такому погружению, погружению в шасты, погружению в воспевание. То есть как бы сознание Кришны – это очень тонкое явление, само по себе, очень-очень тонкое. Сознание живых существ, оно не всегда тонкое. И поэтому, когда люди, скажем так, приняли в какой-то его мере, ну как ритуал, как какой-то, не знаю, процесс, может быть, что-то они от Бога хотят, но они не проникают вглубь явления сознания Кришны. Велика вероятность того, что сила кармы, обстоятельств, сила времени и так далее, она их унесет куда-то дальше, то есть они какие-то свои, может быть, материальные желания удовлетворили и так далее. А для того, чтобы человек оставался, и не просто оставался, а проникал в все более глубинные сферы сознания Кришны, для этого требуется какой-то более тонкий интерес. Это уже уровень джигиасу и гьяни, то есть те, кто любопытные, и те, кто ищут абсолютную истину. Вот они способны нырять глубже, и поэтому они будут стабильнее в духовной жизни, и вероятнее всего, что они будут долго, так сказать, оставаться и развиваться в этом процессе. Если же человека привели какие-то поверхностные мотивы, это не страшно на начальном этапе. Мы знаем, что Дхрува тоже привлекся какими-то поверхностными мотивами. Его богатство интересовало, статус и так далее. Но мотивы могут меняться. Если же человек не изменил своих мотивов и остался таким, скажем, пракритабхактой, то есть материалистичным преданным, то это само по себе и создает определенную опасность, то есть сила времени унесет его, что он так, познакомился немножко. Конечно, большого страха нет, потому что мы знаем, что в следующей жизни он будет продолжать, продолжать, продолжать. Но тем не менее, если мы хотим понять, почему происходят те или иные вещи, мы должны знать, что эта мотивация, она является очень и очень важной. Ну, что тут еще он говорит? Нидханам биджам авьяям. Я есть основа всего, место успокоения и вечное семя. Биджам авьяям. Биджам авьяям – это обозначает вот это вот семя, наделенное неисчерпаемой энергией, то семя, из которой растет сама Вселенная, творческий импульс, да, вот любое вот это вот движение, любое развитие. Это развитие обозначает, что все свита, это как вот свиток, да, скрученный, это свиток. Семя – это свиток определенный. Развитие обозначает, что это семя теперь начинает развиваться. То есть, то, что вложено туда в таком скрученном виде, заархивированном, да, вот теперь при определенных обстоятельствах оно начинает расти, начинает развиваться и давать там какие-то плоды. Вот, поэтому Кришна и является вот этим вот семенем всякого развития, потому что все, что растет, оно все растет из семени. А он говорит, агам биджа прадах пита, я есть этот самый отец, дающий это семя. Вот, поэтому, когда мы видим все, что угодно, вот сейчас наступает весна, и вы видите там, как зеленая травка пробивается, что мы видим? Он говорит, о, травка. Хорошо, вот, но если мы смотрим на эту травку глазами знаний, мы говорим, как вот это вот биджам авьяям, вот это вот неисчерпаемое семя всего сущего, это Кришна. Вот, поэтому Павлопады говорил, что нужно просто добавить к тому, что есть Кришну, но добавить не просто арифметически и механически, а добавить в таком живом понимании, чтобы мы понимали, как это действительно практически Кришна проявляется в нашей жизни. Тогда сознание Кришны станет не просто каким-то нашим, не знаю, хобби, увлечением или чем-то еще, это и станет нашей жизнью, потому что куда мы не посмотрели, везде Кришну. И когда мы видим, что Кришна со всех сторон, вы окружены, ну что можно сделать, когда вы окружены? Сдавайся. Вы окружены, сдавайтесь. То есть это стимулирует преданность, поэтому Кришна и говорит в 19 стихе 7 главе, Те, кто после многих рождений и смертей развились ее полное знание, что они делают? То есть это полное знание, понимание, что Кришна вокруг, оно дает нам такое видение, что либо я сражаюсь с Богом, либо я предаюсь ему. Вот и все. То есть материалист это тот, кто пытается как-то противоборствовать с Богом, повернуть рейки, вспять там что-нибудь там вместо естественных технологий, сделать искусственные технологии. Вот это вот борьба с творением Бога, да, и мы видим результаты этого, что происходит. Угра-карма. Угра-карма – это все следствие того, что человек не сотрудничает с Богом, а соперничает с Богом. Результатом это является угра-карма. Но когда человек понимает, что Кришна повсюду, везде, и правильно будет сотрудничать с Ним, а не соперничать с Ним, вот это и пробуждает преданность. Преданность, с одной стороны, она будет рождаться из контакта с преданными, они через сердце вот эту, это бхакти дает, как вот Прабхупада заразил своих учеников буквально бхакти преданностью. Вот, с другой стороны, преданность, находясь в нашем сердце, она также может получить стимул к своему развитию через знание. Поэтому, когда мы обретаем знание, это тоже побуждает нас предаться Богу. Яна-ва, Ан-ва, Ан-ва, Прападите. Вот, поэтому, со всех сторон, вот, как ни посмотри, вот эти вот все идеи, они подводят нас к единственно правильному шагу, что, чтобы мы не изучали, так сказать, чем бы мы не занимались, а в конце концов, единственный правильный шаг, это вот шаг навстречу Кришне, это шаг вот этой, к полной преданности. Вот, потому что познание, оно очень интересно, оно дает нам какой-то определенный вкус, но даже такая личность знающая, как отец нашей Сампрада и Брахма, который больше всех тут знает в этом мире, да, из него эти веды все проявились, вот, даже он, когда вот эта вот Вимах Брахма, Вимахан Алила была в Риндаване, сказала, что я только знаю, что абсолютную истину, ей только можно предаться и служить. Это не обозначает, что мы не должны пытаться там понимать, мы должны, но это всегда наши возможности ограничены, но, к счастью, Кришна не ограничен, вот, и поэтому, раз Кришна не ограничен, значит, несмотря на нашу ограниченность, благодаря его неограниченности, у нас есть, так сказать, неограниченная возможность вот эту свою ограниченность расширять, 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 и хотя она будет всегда ограниченная, вот, но благодаря неограниченности Кришны у нас, так сказать, в вечности прекрасные перспективы, все это не закончится, потому что он Ананта – бесконечный. Поэтому иногда люди говорят, вот, ну, Кришна, и что вы мне хотите предложить? Есть у меня какое-то разнообразие, зима, лето, на лыжах, на коньках, на парашюте, а там что, каждый день коров пастила в риндаване, и это вы считаете совершенством жизни. То есть люди так почитали, думают, действительно, может быть, в деревню неплохо на три дня съездить. Но вот так, чтобы всю жизнь быть в экстазе от этого. То есть такие представления у людей могут быть немножко ограничены. Но именно благодаря тому, что Кришна всегда новый, вечно рассказать какие-то, новыми гранями раскрывается, то мы, конечно, то, что мы знаем о Кришне, эти все вещи – это только так, верхушка айсберга. В действительности Кришна, как такой многогранный бриллиант, он переливается этими разными гранями, и он никогда не приедает всем, благодаря вот этому своему свойству, что он всегда новый. Нава-нава-раса всегда новый на вкус. Это обозначает, что нет вот этого ощущения присыщенности. Именно по этой причине преданные могут и петь Святое Имя долго, и шастры эти бесконечно изучать, и общаться. Хотя вроде бы мы все об одном и том же, но все время открывается какая-то новая глубина, какие-то новые грани. То, что называется внутренним динамизмом. То есть, допустим, мы видим, что у материалистов вот эта вот идея новизны, она в чем проявляется? Что одну песню сочинили, талантливая песня, но через месяц она уже всем надоела. Давай новую песню, новый шлягер, новый хит и так далее. Все новое, 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 новое. Старое забывают. Почему? Потому что материальные вещи, они имеют начало и конец. Они ограничены по самой своей природе. Но когда мы соприкасаемся, допустим, с духовным звуком, имя Кришны, то, хотя оно внешне тоже имеет начало и конец, К и А, Кришна, начало и конец, это чисто внешне. Но в этом имени присутствует вся бесконечность, потому что это сам Кришна. И поэтому это имя может открываться бесконечным количеством оттенков, грани, переживаний и так далее. И поэтому, когда мы занимаемся медитацией на Кришну в тех или иных формах, то вроде бы как это внешне что-то такое ограничено. В действительности открывается целый внутренний мир, целая вселенная. И поэтому преданные – это люди, которые научились черпать счастье в этой внутренней энергии. в девятой песне Бхагава, там забыл, там какая глава стих, Шла Парупада в комментарии приводит такой термин, как Кришна Бхаванамрита Санга. То есть это общество людей, Кришна Бхаванамрита Санга, которые черпают нектар Амрита Кришна Бхава в его существовании. То есть способность медитировать на эти тонкие, глубинные вещи, на какие-то грани эмоций, понимания и так далее. То есть преданные – это люди, которые умеют именно извлекать этот очень тонкий и бесконечный вкус, который еще больше их затягивает в эту медитацию, в эту духовную жизнь. Потому что в основном в материальном мире вкусы, они джада раса, материальный вкус, он очень такой поверхностный, ограниченный сам по себе. Вот поэтому удачливы те преданные, которые сумели пройти начальные этапы какого-то общего интереса и так далее, какие-то материальные аспекты. И именно понять, что такое сознание Кришны в глубине нектара этого служения, обмена, взаимодействия, когда открываются эти тонкие вещи. Тогда человек начинает очень сильно ценить Кришну, начинает очень сильно ценить преданных общества, старается не избегать ошибок, чтобы не потерять это все. Потому что стоит как-то отвлечься, и можно потерять все это. Как я недавно читал Радхана Цами, по-моему, 25 уроков Рамайны, вот как раз по поводу Рама Навами. И он там говорит, один из уроков Рамайны – Рама ушел из-за йодхи ночью, когда все спали. То есть когда сознание было отключено, то есть как-то немножко отвлеклись. Они отвлеклись, и Рама ушел. И он там объясняет, что если мы на что-то отвлекаемся, то Кришна может уйти легко. Ну это, конечно, как повод просто, да, Рама ушел из йодхи ночью, чтобы никого не беспокоить, потому что если бы днем ему просто не дали бы уйти, реально, да. Поэтому это у них такая, так сказать, у этих аватар черта. Будда ночью ушел из дома, Рама ночью ушел. Но смысл в том, что когда сознание живого существа немножко как-то переключается на что-то другое, в это время Кришна может исчезнуть. Поэтому сознание Кришны, ну, праупады говорят, что даже сон может быть в сознании Кришны. Конечно, это не наш уровень, наверное. Но смысл в том, что сознание, оно никогда не должно от Кришны отклоняться. И практика, она в том-то и состоит, что мы постоянно ум пытаемся привязывать к нему то, что в начале седьмой главы Кришны говорит «мая сакта монах пардха», то есть ум привязанный ко мне «мая сакта монах пардха», это то, что дает все остальное, включает все остальные процессы. И если мы поняли, какая вообще великая драгоценность попала в нашу жизнь, в наши руки, так сказать, по меньшей мере, в наше сознание, если у нас есть какое-то благотворное общение, которое постоянно нам напоминает о ценности этого, тогда можно сказать, что нам очень повезло, и эта ценность, она действительно проникнет внутрь, то есть мы пропитаемся этим сознанием Кришны. Это является само по себе гарантией нашего светлого духовного будущего. Ари Кришна! Я не знаю, какой здесь регламент, но вопрос. Вопрос. Для того, чтобы прийти к дружеским отношениям с Кришной нужно, чтобы пройти предшествующие отношения, родительские и так далее. Дружеские отношения – это динамика, да, то есть это не так просто раз-два я там с Кришной хопаю в друзьях, да. То есть обычно начинается все шантараса. Шантараса – это когда еще нет какого-то, может быть, активного служения, но есть ощущение вот какого-то благоголения, почтения, понимания, что Бог повсюду. Это шантараса, пока без какого-то, может быть, активных взаимоотношений, служения. Потом эта шанта, она в идеале должна перейти в дасарасу, то есть это вот уровень такого подчиненного, слуга и господин. И если так сказать, мы видим со стороны господина, что не я фамильярно там, начиная с ним на «ты» общаться, а что Он как бы проявляет вот эти вот определенные, так сказать, дружеские чувства, тогда это обозначает «я начинаю следовать». Вот, то есть поскольку всегда мы, ну, как бы там ни было, Кришна – это более высокая татва, чем мы, да, мы дживы, Он, Вишна-татва, вот, то здесь Он является инициатором отношений, то есть Он сделал так, что мы о Нем узнали. Если бы Он в нашу жизнь не вошел, Он бы не вошел, мы бы сами не догадались о Его существовании. Мы можем как слепые котята, вот, ходить, что-то там нащупывать, к чему-то там стремиться, но мы узнали о Нем, потому что Он это позволил, то есть это была Его инициатива, Он открылся до определенной степени. Он где-то там немножко вот у живых существ, у них есть тенденция идти на свет. Если вы находитесь в абсолютно темной комнате, и вдруг где-то какое-то что-то там блеснуло, тут же ваши глаза туда пойдут, потому что живо, она будет все время к свету стремиться, это естественно. То есть Кришна сделал так, что вот в темном царстве где-то какой-то вот лучик света появился, и мы на него пошли. То есть Он сделал себя доступным для нас. Это обозначает, что инициатива с Его стороны и зашла, и теперь нам нужно эту инициативу просто поддерживать. Вот поэтому с одной стороны, да, Шантараса – это как бы такое общее понимание существования Бога и такое восторженное отношение к Нему. Далее Адаси, мы начинаем как-то уже активно служить, и теперь Кришна уже может, так сказать, протянуть руку дружбы. Он всегда остается по отношению к нам другом, но для того, чтобы мы стали друзьями, мы уже какую-то определенную квалификацию с нашей стороны нужно развить. И когда эта квалификация есть, тогда мы чувствуем, что Кришна доступен именно как друг, уже как друг. Но это под Его, конечно, контролем все. Потребность в эмоциональной дружбе – это может быть только материальное. Почему? Все материальное – это же отражение духовного. То есть все, чего мы хотим в этом материальном мире, оно же имеет свой чистый духовный прообраз. Если бы этого не было в Кришне, этого не было бы и здесь. И в действительности в идеале все пять рас должны представлены быть в жизни человека, тогда его жизнь будет полноценна. Это примерно то же самое, как, допустим, питание. Полноценное питание, когда все типы вкусов представлены. Какого-то типа вкуса не представлено, уже в эмоциональном плане какой-то дефицит чего-то, потому что эти вкусы с разными эмоциями связаны. Поэтому мы видим, что те люди, которым какой-то расы, какого-то типа вкуса в жизни не хватает, уже какая-то неполноценность. Это уже обозначает, что как будто вы на какой-то такой, знаете, жесткой диете, когда чего-то вам нельзя, а хочется. Поэтому в идеале, ну, видите, калиюга, она далека от идеала. Поэтому мы видим, что у людей очень сильный такой эмоциональный вакуум, сильный эмоциональный дефицит, нехватка. И поэтому они через разные какие-то другие искусственные способы пытаются вот эту эмоциональную нехватку как-то компенсировать. Ну и сейчас, конечно, его величество, интернет, где есть все вообще. И живое существо, ну там, нехватку этой расы, оно где-то в другом. Когда, допустим, люди смотрят кино, предные смотрят кино, они подглядывают за жизнями других людей. То есть в их жизни может чего-то там не быть, приключений, дружбы, любви, вирья, раса, там, стрельба какая-то, чего-то еще. Нет, нет их в жизни, да, чего-то такого. Он просто сидит там где-нибудь в офисе, там, с 8 до 5, туда-сюда, семья, работа, все. Ему не хватает отпуск, там, две недели, 10 дней, не допросишься, да. И человек сидит в таком эмоциональном вакууме, все такие в Кали-Югу, ну, ограниченные, да, то есть в плане того, что как-то вот общение ограничено. Вот, и поэтому человек даже через какие-то искусственные средства, он пытается компенсировать этот вот эмоциональный вакуум из жизни других людей и так далее, как-то там все это получить. Вот, поэтому с одной стороны материальные какие-то эмоции, что-то еще, это просто заменители, это заменители вот этих вот наших духовных потребностей. И пока в полной мере мы не перешли на духовные вкусы, материальные вкусы, они тоже как-то нас могут поддерживать. Просто мы должны видеть, что эти вещи привлекательны, потому что это есть в Кришне. То есть противоядие против материальных отношений, допустим, как вот я рассказал вам, да, о том, что вот я там где-то зарегистрировался, там, какими-то друзьями, там, что-то еще. Я же прекрасно понимаю, да, что в строгом смысле слова с позиции Кришны, это майя, да. Но, допустим, если у меня нет отношений с Кришной на уровне такой дружбы, вот, а у меня есть какая-то определенная потребность в таком общении, значит, где это возьму? Я это беру от каких-то людей, но я вижу, что это привлекательно в связи с Кришной, потому что он так это организовал. И вот это самопонимание, оно уже дает некую страховку. Если этого понимания страховки нет, тогда это может куда-то увести непонятно куда, опять в мае. Вот, поэтому общение с материальным миром, это как вот работа на высоте, только со страховкой. Как вот, ну, в цирке там где-нибудь, еще монтажные работы, они работают, эти промышленные альпинисты и так далее, только со страховкой, они на высоте работают. Вот, поэтому, когда мы общаемся с материальным миром, и наше общение с ним пока как бы неизбежно, вот, здесь должна быть страховка. Страховка обозначает для чего? Чтобы мы не упали, правильно? Если я сорвался, вот, ногами там, руками болтаю, но я не упал, потому что страховка меня держит. Вот, поэтому вот это вот духовное знание и способность видеть вещи в связи с Кришной, это и есть страховка. за, так, не всегда я, к сожалению, почерк читаю. Ух, хотя вроде в свое время японский язык звучал, но вот иероглифы читаю, тут не все читаю. А, это просто благодарность, серьезно, спасибо, это не вопрос. Я уловил идею. Так. Скажите, пожалуйста, можно ли прогрессировать в духовной жизни, находясь в Искон, без принятия духовного учителя, если есть проблема с принятием гуру или это обязательно? Если вы пришли в Искон, вы уже приняли гуру, может быть, вы не заметили этого, потому что Искон основан Шилой Прабхупадой, если вы здесь находитесь, читаете его книги, слушаете лекции, вы уже приняли Прабхупаду. Вот, потому что Искон, он порождение духовного учителя Шилы Прабхупады. Вопрос, скорее всего, идет о принятии дикши. Дикша является желательной, вот, но здесь нет необходимости, может быть, спешить очень сильно, потому что, если вы говорите, что есть некоторая, так сказать, проблема с принятием гуру, то зачем маленькую проблему превращать большую проблему. Вот, то есть, нужно понять, что за проблема. Вот, и просто, если есть какие-то сомнения, допустим, в чем-то как-то, окей, сомнения – это признак разума, с одной стороны, но с другой стороны эти сомнения можно рассеять. По моему скромному наблюдению, есть, скажем так, некоторое недопонимание вот этого момента, что такое принятие духовного учителя. Давайте вот, у меня, кстати, время есть? 20 минут есть, отлично, мы уложимся. Вот, значит, смотрите, такую вещь. Возьмем формальный момент. Человек, который пришел в Искон, он проходит какое-то обучение, он слышит там какие-то разные слова, пранама, тест на пранаму, там, рекомендация на инициату, что-то еще, слышит там какие-то вещи, вот, уровень прабхупада, ашрая, уровень гуру, ашрая. То есть, есть некое понимание, что вот, ну, процесс какой-то вот существует, принятие духовного учителя. И, в общем, в идеале хорошо и рекомендовано принятие дикша гуру и так далее. Но это должно происходить в определенной последовательности. Так вот, пункт первый – это прабхупада, ашрая. Это обозначает, что мы должны найти убежище у Шилы Прабхупады. Казалось бы, знакомые слова. Но давайте разберем, что это значит. Убежище – это обозначает, что его наставления, его вот эти вот советы, вот все то, что он дал, все эти вот элементы практики и культуры – это действительно стало нашим убежищем. Поэтому принять убежище Шилы Прабхупады – это не просто выучить две его пранама-мантры. Понимаете? Выучить две пранама-мантры – это несложно. Но убежище у Шилы Прабхупады – это что-то более глубокое. Понимаете? И это не просто какой-то формальный уровень. Значит, пранама-правупада я уже выучил, так, давайте мне следующую пранаму, теперь у кого я там буду. Это все очень хорошо, но тут немножко гуна-страсти присутствует. И почему я говорю, что это гуна-страсти? Потому что я наблюдал неоднократно, что люди проходят, допустим, уровень Прабхупада, ашрая, получают уже дикшу там у своего духовного учителя. И иногда это происходит очень странным образом, что принимая дикшу у своего гуру, они почему-то забывают о Прабхупаде. Ну, если и не забывают, то по меньшей мере Прабхупада на какой-то второй план отходит, это точно. А это не совсем правильно. Понимаете, духовный учитель дикшу гуру и Прабхупада, они в одной лодке, это одна система. Это не то, что Прабхупада это некая ступень, которую мы должны пройти, оттолкнуться и пойти куда-то там дальше. Это одна из самых серьезных ошибок, которые совершают предметы, одна из серьезнейших ошибок. Если что-нибудь, не дай бог, происходит с их дикшу гуру, они чувствуют, а, там, гуру пал и я пал. Стоп, а где же Прабхупада ашрая? А на куда делась-то Прабхупада ашрая? Если человек на самом деле принял убежище у Прабхупады, вот это и есть самая главная гарантия. Это не обозначает, что не нужно принимать дикшу. Нужно, желательно, но продолжая оставаться в Прабхупаде ашрае, продолжая оставаться, а не то, что теперь я с Прабхупада ашрая ушел куда-то там и пришел в другую ашраю. Это ерунда, понимаете? Это ерунда. Дикшу гуру, он действует как слуга Шилы Прабхупады. Это одна ашрая. И поэтому здесь мы не должны воспринимать Шилы Прабхупада ашрая как какой-то этап, который нужно пройти и пойти дальше. Нет. Нет. Дикшу гуру, он помогает Шиле Прабхупаде. Шилы Прабхупаде – это основная ашрая. И он сказал, я, так сказать, вот, он говорит, мои книги, мои учения – это вот убежище для всех преданных 10 тысяч лет. Поэтому, когда вы говорите, можно ли находиться в искон, не принимая учителя, я сейчас к чему эту речь-то начал, да? Для того, чтобы показать, что ваш вопрос, он родился из некоторого непонимания, о чем вы говорите, понимаете? То есть, то, что вы находитесь в искон и следуете этому учению, этой практике в какой-то там степени, это обозначает, что вы уже приняли гуру на уровне Шикши. Вот теперь важно, что вот эта вот Шикша Шилы Прабхупады реально стала ашраей, убежищем, понимаете? Все. И вот теперь, находясь вот в этом надежном и неразрушимом убежище, если, допустим, нашелся какой-то преданный, кто дает дикшу, кто вас вдохновляет, и в ком вы не имеете никаких сомнений, тогда вы делаете следующий шаг. То есть, если вы принимаете дикшу под социальным давлением, потому что что-то говорит, пара там или еще что-то, не слушайте никого. Слушайте только вот свой внутренний голос в этом плане. Если вы следуете процессу, вот, и все хорошо, то есть здесь, когда эта личность появится, Кришна даст вам понять эти вещи, понимаете? Он даст вам понять, вы почувствуете это, что вот человек, через которого я там уже официально, допустим, с парампорой заключаю эту вот связь в виде дикши. Вот поэтому здесь все должно быть естественным образом. Тагуна страсти, которая иногда у нас бывает, там давай-давай быстрее-быстрее, вот с одной стороны она вроде как, ну, часть любой организации, вот, но нас же не интересует организация как таковая, нас интересует организация как распространяющая процесс, вот, а в процессе здесь вот желательно, ну, следовать ему достаточно, ну, не просто последовательно, а глубоко, с пониманием вообще, что такое ашрая, убежище. Вот поэтому, если у нас вот есть такое понимание вещей, то дикшиа это просто, ну, естественный, естественный этап, который наступит в вашей жизни тогда, когда разойдутся, так сказать, все сомнения и когда вот вы реально почувствуете себя защищенным. То есть ашрая обозначает, я чувствую себя защищенным. Как я узнаю, что я в убежище нахожусь? Как? Если дует справа и снизу, и холодно, и что-то там капает вообще, я в убежище нахожусь или нет? Я не чувствую, что это какое-то надежное убежище. Я чувствую себя защищенным со всех сторон. Я вижу, что вот это вот знание, эта практика, этот процесс, он меня защищает со всех сторон. Вот это у меня ощущение, что я в убежище нахожусь, понимаете? И то, что дала Шрила Прабхупада, оно и позволяет этот опыт нам пережить. Дикша нужна, дикша важна, но все должно быть, приходить в свои естественные последовательности. И дикша не обозначает, что мы уходим из убежище Шрила Прабхупада. Это обозначает, что мы просто, так сказать, уже принимаем официальное посвящение, официально даем кому-то обеты и так далее. Но даже если этого пока не происходит, на уровне Шикши можно прекрасно развиваться. Потому что если бы без дикши вообще ничего не было, тогда какой смысл было бы просить учеников полгода, год повторять мантру до инициации? Ну какой смысл? Мне сказали, что мантры без инициации не действуют. Чего-то там мне голову морочат, просит меня три года повторять мантры. Зачем? Если они действуют без гуру. Ерунда. Все действует. Но понятное дело, что когда мы принимаем учителя, здесь, так сказать, дополнительный еще импульс благословения определенное проявляется. Как мы можем культивировать отношения с Кришной относительно сакхи, настроения друга, если даже прохлада Махараджи, находясь на уровне освобождения души, не мог проявлять к Бхагавану такого настроения? Ну, во-первых, скажем так, прохлада Махараджи, он в сознании Кришны находится, но у него другая раса. То есть, гаудея-вайшнавизм, это, скажем, особое направление, которое дает человеку больший перспектив. То есть, прохлада Махараджи, он культивировал вишну-бхакти. Вишну-бхакти. Мы культивируем Кришна-бхакти, то есть, то, что принес нашу самопрадаю Мадхавендра Пури, и потом уже, так сказать, Господь Читание это все окончательно оформил. То есть, это, скажем, более высокие расы. Но то, о чем я говорил вам, может быть, я недостаточно ясно выразился, или, может быть, вы нас все ясно поняли, я говорил не о расе, там, буквально, в духовном мире, я говорил о отношении дружеском, понимаете? То есть, какая там у кого раса, я не знаю. Вот смысл в том, что мы сейчас, ну что раса, в строгом смысле слова, она уровне према-бхакти открывает, а сейчас у нас не према-бхакти, поэтому о расе вот в ее чистом, видимо, говорить не можем. Но мы сейчас можем говорить об отношении. Отношение. Кришна-друг. Это отношение. Это не раса уровня према-бхакти, это отношение. что я понимаю что кришна друг вот об этом я говорил и здесь прохлад махарадж при всем уважении он как бы не является нашим ориентиром вот в этом эмоциональном контексте он наш ориентир в плане вот ну уровня с мараном да вот уровнем такое ощущение что он как бы так полностью нашел убежище у кришны вот в этом плане у нас хороший пример но в плане скажем развитие эмоциональных отношений мы ориентируемся немножко на другие примеры поэтому нужно понимать что но в сознании кришна есть разные этапы вкус служения мне нравится но также нравится и когда мне служит например какой то роскошный отель где все уносят приносят шикарный сервис как уйти от удовольствия когда тебе служит и культирует служение самому да не нужно уходить нужно просто видеть как кришна вам дает какие-то определенные возможности ну вряд ли это сказать постоянно вы живете в шикарных отелях и постоянно вам приносят и выносят что-то вот это какие-то эпизодические ситуации где вы понимаете что в действительности идея служения она очень высоко ценится в этом мире что такое пятизвездочный отель это отель с высочайшим уровнем сервиса то есть идея сервиса или служения она обладает ценностью то есть вам послужили принесли обслужили идеально очень здорово то есть если мы преданы то это обозначает мы можем отсюда просто вынести некое определенное рациональное зерно если вам приятно как вам служат значит кришне приятно когда мы ему служим то есть для этого у нас есть развитый разум что мы можем любую идею обратить ну как бы в свою пользу это вот как есть такое единоборство восточной айкидо называется там принцип чем сильнее противник тем хуже для него тем дальше он лететь будет вот то есть это обозначает что мы можем его силу использовать в своих интересах даже наблюдая материальную природу но наблюдая ее в сознании кришны и вы сидите в шикарном отеле и вас обслуживают и то и все играете как здорово вообще ну представьте себе кришне тоже здорово потому что мы ему служим это обозначает что наша деятельность имеет смысл то есть то что я служу это может быть кому-то приятно в частности кришне и поскольку мы с кришной связаны как сообщающиеся сосуды да он наверху мы внизу туда наверх воду льем и нам тоже попадают потому что мы с ним сообщающие сосуды вот и все поэтому когда живые существа предлагают что-то кришне кришне очень приятно также как вам приятно когда вам предлагали вот и все вы служите кришне потом вам достается вот поэтому это не то что будет идея наслаждение ну а это идея наслаждение если мы вне преданного служения а так вот то что вы описали это просто иллюстрация тому что идея сервиса на цена что когда вот это приятно значит кришне приятных мы можем быть уверены что мы станет правильным делом receivers нам приятно вот все значит нужно продолжать это а наше счастье оно зависит именно от того насколько кришна доволен нами на этот вопрос я отвечать не буду часто в ваших лекциях можно услышать упоминания второго издания Бхагавадгиты есть ли действительное различие между третьим и вторым изданием знаете, я вот плаваю у этих всех второе и третье, я их не считал то есть, ну, я просто Бхагавадгиту ну, когда я ее первую, кстати, в Санкт-Петербурге я ее получал в 88-м году подпольную такую еще я не знаю, какое это издание может быть, это первая была первая, наверное я просто к нему привык там были какие-то ошибки, конечно, определенные может быть, стилистические и так далее пару, может быть, таких вот реальных было ошибок а в основном там какая-то такая вот шакти такая была прямо вообще взрывная когда я читаю, я не знаю, какие третья, четвертая или какой там вот все здорово, все хорошо так гладенько, стилистически, красиво но у меня какое-то ощущение на меня это не производит вот такого вот разрывающего эффекта который был может быть, это просто особенности времени восприятия тогда были, не знаю вот я просто грешным делом переводчик по специальности вот и как бы к словам человек чувствительный вот поэтому, ну, я могу там сравнивать там английский, там все эти вещи я просто предпочитаю читать вот это первое издание Бхагавабгиты потому что, я вам скажу так комментарии переведены лучше в последних изданиях, это точно но тексты, тексты стихов они, скажем так, вот по своей какой-то энергетике, лично в моем восприятии более сильные формулировки они остались вот в этом первом старом издании там стилистику я немножко подправила в некоторых там какие-то стилистические ошибочки там где-то, может быть, есть но вот по постановке по формировке, они, во-первых, более точные более близкие к тексту за исключением буквально там нескольких может быть, двух-трех ошибок вот, и я просто к ним привык поэтому остальные я читаю, но вот я не могу то есть, ну, просто, видите, тоже просто привычки определенные, наверное может быть, оно и нормально действует мне трудно сравнивать, потому что, видите я обусловлен своим каким-то временем своим восприятием когда я это все начинал вот, разница есть, переводная есть но меня интересует то есть, знаете есть технические вот такие моменты как перевести а есть такие еще какое-то вот ну, невербальное послание такая вот, как бы, скрытая шакти которая заложена куда-то то есть, вещи, которые трудно вот сформулировать допустим, я помню в свое время, ну, где-то в середине 90-х годов я начитывал Бхагавадгиту на музыку там все это и тогда у меня технические ну, условия были ну, вообще примитивные у меня был двухкассетный магнитофон там, система караоке еще там эти кассеты там все это микрофон в общем, как бы, не хватало еще технологии но я это делал с таким, как бы, вдохновением что у меня у самого там волосы дыбом, так сказать на голове стояли, когда я все это делал вот, я чувствую прямо чувствовал, что Кришна тут присутствует и потом мне говорили, вот здорово, давай и потом, ну, поскольку это все было на кассетах качество, конечно, никакое прошли годы мне говорят, давай переделай это все в цифровом качестве я начал переделывать часто уже все, компьютеры там пошли там все уже другое другой микрофон я начал переделать то же самое начал делать и все вышло ну в качестве точки зрения цифрового звука там на порядок выше но я чувствовал что где-то как-то вот уже вот это вот повторить вот это вот послание его уже не получается как это мне старался игры ну что сделал то сделал вот поэтому есть какие-то такие вот вещи неуловимые понимаете как вот исполнители допустим песни дали там музыканты что-то он может сто раз эту песню перепевать но только может быть один или два раза он его споет вот так что-то прямо аж прошибает все остальное время то ну как-то где-то вот не совсем так понимаете вот поэтому такой момент как вдохновение вдохновение значит кришна входит это вот совершенно невидимые вещи вот я сейчас делаю то же самое открывая тот же рот говорю те же слова а кришна может не быть понимаете вот а в какой-то ситуации это говорю кришна присутствует я эти вещи контролировать не могу я просто я не источники а проводник вот поэтому у меня есть такое ощущение что-то тот 1 бхагавадгита туда кришна конкретно вошел конкретно вошел поэтому она обладала таким ну разрыв разрывным эффектом что люди читали все несмотря на стеки там дефекты перевода не его кришна вот насколько хорошо действует более позднее издание я не знаю они может быть более причёсанные более отредактированные более красивые но по моему может быть ошибочному ощущению там где-то не хватает это вот шахте такой поэтому я храню старую свою бхагавадгиту и в основном по ней читаю давайте последний вопрос спасибо большое за лекцию очень интересно у меня в уме вас возник некий такой вопрос когда мы обсуждаем допустим что бог является свидетелем всех действий то это очень как бы важная информация мы можем на него медитировать но возникает вопрос как бы практика применения до этого термина то есть допустим если у нас есть видео наблюдение то мы можем подойти взять кассету отмотать и посмотреть да но как религиозный человек или преданный сознание кришны может вот обратиться к богу и понять что вот у него допустим эти проблемы возникли за того что там в прошлое или за позапрошлой жизни он кому-то там подножку поставил или если к нему пришел человек то к предному то преданный по логике должен иметь практику как обратясь к изначальному свидетелю всех живых существ понять откуда эта ситуация и в общем то почему с этим человеком или с ним самим так происходит то есть возникает такой вот вопрос практика применения этой информации все очень практично кришна говорит что от меня исходят памяти знания и забвения до сарвайся чагам хридисани что матах смритим я нам опуха нам чай то есть если мы хотим что-то вспомнить смотрите кришна может напомнить если мы хотим чего-то забыть опуха нам забвение и здесь очень важный момент такой вы говорите я могу не помню да поскольку кришна дает опуха нам забвением то если он нам не дал памяти о чем-то видимо в этом есть какой-то смысл сейчас конечно я понимаю модные там всякие регрессии там туда-сюда погружение в прошлой жизни мы хотим разобраться в причинах вот в причинах можно работать значительно проще не погружаясь там разные регрессии то есть если вы просто понимаем что бог дает нам ровно столько с память сколько нам необходимо если бы нам нужно было больше он бы дал я вас уверяю тему не жалко вот но если он откроет нам некоторые вещи из прошлой жизни может быть это нас где-то там из конфузии и загрузит конкретно понимаете вот поэтому как этот ваш тоже питерский то певец гребенщиков как у меня песни долгая память хуже чем сифилис извините вот это из его старой старой песни поэтому иногда бывает что какие-то вещи их их лучших не помнить вот и кришна точно дозирует знает вообще что что нам нужно чего нам не нужно вот поэтому мы можем понять какие-то вот корни проблем определенных несколько иначе смотрите мы прошли через много разных жизней много через много разного опыта мы прошли и мы не помним событийную часть что-то кем мы были что мы там делали но этот опыт он сохраняется вернее как этот опыт он сохраняется форме врожденных убеждений какого-то понимания кристаллизации то есть как бы самая суть вот представьте что это какие-то долгие расчеты плюс 100 минус этот этот и в конце последний итогов то есть это все долгое 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 цепь расчетов она в общем-то не имеет большого значения важно что в итоге понимаете и вот в этой жизни мы имеем такое понимание такой опыт который является итогом и того все все что было промежутник это действие с прошлого вот если у нас есть немного разум вот то мы из этого и того и следствие мы можем понять причины четвертая песнь бага в этом где эти четверо кумаров там с махараджи притху беседует они говорят что это там это кстати как раз сфера регрессии что значит не там сказали если мы видим что значит как-то чек проявляет себя внешние чувства ну там допустим гнев кулаками то мажут красный весь да то это вот его внешнее поведение показывает эмоциональное состояние то есть внешнее поведение от соли станет а эмоциональное состояние само по себе она является следствием еще каких-то более глубоких причин из-за ли просто немножко понимаем что такое причины и следствия вот то анализируя просто можем прийти просто простого элементарная вещь у человека в жизни чего-то нет допустим там семьи нет ребенка нет чего-то там еще нет теперь смотрите бог во главе всего стоит у него все есть если он чего там не дает это он забыл мне дать или может быть в этом есть какой-то смысл смотрите вы дали ребенку игрушку он взял и я пол шарахнул и разбил вы дали ему вторую он взял и шарахнул и разбил вы ему третью дадите нет вы скажете сначала научись берин относиться к вещам потом посмотрим то есть когда в жизни человека чего-то нет то бог у которого все есть и он не дает мне у меня чего-то нет видимо у этого есть причина либо я как-то пренебрежительно относился к каким-то вещам или людям или к чему-то и теперь дефицит чего-то обозначает что ну вот сейчас я должен этот урок урок и должен научиться бережно относиться к чему-то да потом может быть это будет дано вот или все же знают эту пословицу что и посеешь то и пожнешь вот я пожинаю то что я посеял и поэтому может быть вы не знаете промежуточных деталей что в этом этому человеку конкретно там сказали или сделали почему теперь так происходит но совершенно очевидно если мы верим в кришну я не знаю но он знает а я просто доверяю кришне я доверяю ему что если он сейчас дал такой расклад и с кем-то там сложные отношения обозначает я стал я стал причиной этих отношений и теперь это не все а детали насколько кришна раскроет настолько спасибо не раскроет я ему верю то есть я уверен что допустим родитель что-то не говорит ребенку исключительно ради его блага понимаете поэтому эти вот попытки раскрыть то что скрывает бог они такие знаете да это в чем-то даже немножко демонически я бы сказал потому что то что нам необходимо кришна дает это понимание и когда я пытаюсь залезть там сам выудить то что вот кришна сказал что я даю забвение то что я забыл значит не нужно если нужно он мне даст это понимание как угодно даст если он не дает и я пытаюсь там сам этих всех вещах разобраться вот ну я умнее бога как бы типа пытаюсь да вот поэтому нужно пользоваться теми средствами которые кришна дает отдает у них о высшей крыше если мы внимательно читаем шастры там есть ответы на все вопросы есть такая глава в шимат бхагаватам вторая бхагаватам отвечает на все вопросы читали такую главу чтобы начать все вопросы вот это обозначает что нет таких у нас вопросов которых раньше неплохо ничто не нового под луной все что повторяется нашей жизни это все уже было баб говорит начать на все вопросы вот если мы умеем погружаться во все эти вещи то нет такого вопроса на который в багавать там нет ответа понимаете вот но если мы в это не погружаемся тогда погрузить меня в регрессию очень модное занятие никто не против пожалуйста вот но это все можно сделать скажем в рамках не в рамках в принципе авто в той традиции которая нам дана я прошу прощения наверно нужно по времени заканчивать да всем спасибо шила прабхупада киджа